Малая Академия Наук «Интеллект будущего» объединяет детей и педагогов со всей России. География участников фестиваля обширная и охватывает все регионы страны. В этот раз свои проекты представили ребята из Кемерово, Иркутска, Севастополя. Среди претендентов на главный приз были и гимназисты из Одинцова. Мы стали проводить с 1986 года такие конференции, юность на культуру назывались. Потом мы стали проводить для младших ребят, для средних, шаги в науку, юные исследования и так далее. А уже попозже, 6 лет назад, мы решили, что не только нужно исследовательских работ, но и авторов проектных работ приглашать. И задумали фестиваль созидания и творчества. На самом деле, кроме авторов проектных работ, сюда приезжают авторы исследовательских работ. Поэтому мы всех принимаем, и на этой конференции мы заслушаем исследовательские, проектные работы. И ребята с замечательным работой приезжают. Мы всегда очень рады, мы видим, что будущее в России есть, когда вот такие ребята с такими работами. Российский фестиваль проектов созидания и творчества по традиции прошел в Обнинске. Участников разместили в живописном месте Яхонта. Научная конференция проходила в течение трех дней. В рамках программы прошли мастер-классы, семинары, интеллектуальные игры, олимпиады. Дети и педагоги активно учились и перенимали передовой опыт в области создания проектно-исследовательских работ. Во-первых, мы самих детей обучаем, и мастер-классы, и вот на самих конференциях у нас комментарии обязательно обучающие экспертов. Это не ЕГЭ, там, не сдача экзаменов. И обязательно параллельно у нас идет обучение педагогов, как на очень высоком уровне сделать исследовательскую, и там, проектную работу. Вот, профессионалов приглашаем, это тоже дает свои результаты, потом они в более высоком уровне работы делают. Ну и заочно мы же постоянно и вебинары, и дистанционные курсы проводим, и для педагогов, и для детей. Так что, возможность для совершенства просто огромна. Ежегодно ребята демонстрируют высокие результаты. Секреты бумажного производства, создание мультипликационного фильма, разработка проекта школьной газеты, дизайнерская одежда – это далеко не все темы, которые осветили в своих работах одинцовские гимназисты. Очень много людей пользуются бумагой, ну, неэкономно, а бумага очень дорогая, за нее тратится очень много деревьев, и из-за этого страдает природа. И я хотела людям сказать, что надо беречь бумагу. Моя тема по страницам – любимый сказок. Я волновался, да, но все закончилось хорошо. В процессе работы я, во-первых, узнал, что бывает очень много методов создания мультфильма, и также я научился делать мультфильмы с методом перекладки. Безусловно, каждая работа – это совместный труд ученика, педагога и родителей. Без их помощи и поддержки не удалось бы реализовать ни один проект. Это действительно интересно. Это развивает как творческие, так и исследовательские способности детей. Потому что, по большому счету, это очень важно и нужно в будущем. Потому что, ну, когда они становятся старше, у них много самостоятельных проектов, также, наверное, они себя и готовят к поступлению в ВУЗы, там это тоже будет очень важно. И на самом деле такой хороший задел на будущее. Проектная деятельность важна для всех участников образовательного процесса благодаря совместной работе. Удается развивать в ученике интерес к разным наукам, способность к исследовательской деятельности, творческому мышлению. Самое главное, чтобы они не боялись, вот чувство страха нужно преодолеть, что на самом деле первый шаг сделать надо, пусть небольшой проект, небольшая исследовательская работа, а потом увлекутся, во-первых, они приедут с этой работы на конференцию, типа нашей всероссийской, да, увидят таких же ребят с горящими глазами, которые пусть даже более высокого уровня работы сделали, а они у них получатся, им эксперты сделают замечания, второй шаг уже будет просто рывком. По результатам трех дней команда Одинцовской лингвистической гимназии заняла первое место. Ребята показали высокий уровень знаний и подготовки. Также пять проектных работ были отмечены как лучшие в секциях. Это абсолютные победители шестого российского фестиваля «Созидание и творчество». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова